Дарья Терехина 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 Ну, в принципе, Белек считается издавна европейским курортом, потому что там всегда отдыхали немцы, итальянцы, англичане, и только последние 10 лет, в принципе, украинцы, россияне и белорусы начали ездить. Главное отличие Белека, да, это огромные гольф-поля. Как вы знаете, гольф у нас, ну, не то что не популярен, только начинает зарождаться как вид спорта. Поэтому отели достаточно дорогие, гольф-поля это уникальная вещь, ну, так, для примера, одна лунка, чтобы правильно сделать дренаж и все установить, стоит миллион долларов. Правильное поле это 18 лунок, ну, вы понимаете стоимость, поэтому гольф очень дорогой, да, поэтому все отели Белека имеют, ну, скажем так, высокий уровень, там очень мало троек, очень мало четверок, в основном 5 звезд, Deluxe, VIP, Luxury, да, огромное количество приставок, и мы попробуем пройтись по этим отелям. Да, постараемся сделать это максимально скромно. Вот, но попасть на побережье несложно, ну, я хочу в двух словах сказать, собственно, почему это такое уникальное место. Здесь, вот, если вы заметили, оно, и на карте видно, оно зеленое, вот этот кусочек земли, он действительно зеленый, там парки, там много очень растительных, что растительности, что для Турции не являются, скажем так, нормой. Да, это огромный плюс, это первое. И второе, там песок, в отличие от Кемеры. В общем, мелкий, да, и очень хороший. В отличие от Кемера, где мы привыкли отдыхать, там, где более доступный отдых, но в Кемере галька. Здесь мелкий, очень классный песочек, хороший, отличный вход в море, и при этом, с другой стороны, это лес, это чистый воздух, то есть, очень-очень такая уникальная точка именно на карте Турции. При этом, конечно, гор вы здесь не увидите, то есть, здесь нет гор, здесь более равнинная местность, тоже плюс, не надо вот по этим горочкам, да, спускаться к морю или подниматься потом уставший и отдохнувший. И, подожди, хотела бы добавить, что вот из-за того, что вы видите так много лесов, все не просто так. У турков национальная программа действует уже больше шести лет. Любой хозяин отеля не имеет права вырубать деревья, то есть, если строится отель, и тут вдруг по пути у него дерево, это огромные переговоры, прежде чем он это дерево удалит, и взамен он должен в каком-либо парке высадить новые. Вот на основе Макс Ройла отелю сделал себе огромный гольф-полян, но пришлось вырубить кусок какого-то там национального леса. Они сделали посадку в центре Турции в несколько раз превышающий размер этого леса, чтобы сохранить гармонию. То есть, у них очень серьезно. Очень часто можно увидеть, как у вас, вот вы идете к бассейну, посреди дорожки такая корявенькая сосна, которую нельзя удалить, пока она просто сама не умрет, хозяин не имеет права ее убрать. Ну, в принципе, это классно. Вот, я сейчас подсветил некоторые отели, которые находятся на побережье, но, наверное, я приближу карту, начиная с, скажем так, самой южной точки Белека, для того, чтобы вам очень так вкратце показать, насколько плотно там население, насколько это побережье плотно населено отелями. Вот это вот первая линия, и вот, начиная, вот здесь есть такая река, которая облагорожена и сделана рядом с комплексом Сиренити. Это несколько отелей, Сиренити Резорт, Сиренити Глория и Гольф. Вот эти, вот такая вот очень интересная зона. Вот фактически с нее, можно сказать, начинается южная часть Белека. Потом идут отели очень интересные, вот Риксос, и, наверное, подробнее об этом расскажет, о впечатлениях о Риксосе и о той инфраструктуре, которая есть рядом, расскажет Даша, которая бывала в этом отеле и знает его достаточно хорошо. Даша, наверное, тебе слово, и мы можем переключиться на компьютер Даши, чтобы можно было показать, как же там все устроено. Супер. Вот, вот, собственно. Видно, да? Да. Так, вот, смотрите, чуть-чуть удаляю карту, что касается Риксоса. Риксос, естественно, мировая сетка, и любой отель в любой стране мира соответствует определенному уровню сервиса. Если вы знаете, слышали название Риксоса, я уверена, что слышали все, то вы точно можете ожидать определенные вот условия, которые там будут. То есть практически во всех отелях сети Риксос шикарная кухня, приглашенные шеф-повара, практически во всех отелях, во всех номерах есть тапочки, халаты, что немаловажно, ну вот в отдыхе на море. Всегда есть детский клуб, он у них называется Рикси Клаб, причем настолько продуманная программа, что берут детей даже с возраста ноль. То есть отели практически не, ну я не знаю, 99% отелей берут с 3-4 лет деток. В Риксосе можно сделать по-другому. И во всех Риксосах всегда шикарный спа. То есть очень много отелей этой сети работают не только на то, чтобы летом в сезон, но и зимой. Огромное количество там тех же немцев приезжает зимой в отели Турции, отдыхают в спа, играют в гольф, то есть на этом построен бизнес. У них не бывает простое практически никогда. Еще одна штука, анимационная программа, там очень интересная, там софт-анимация, то есть вас никто не будет дергать, а идем играть в футбол или еще что-то. Да, идем, идем, да, такого нет. Если играют люди, ты всегда можешь присоединиться и постоянно в отеле, начиная с самого утра, начинаются игры, причем игры не совсем вот наши традиционные, там какие-то шары надо кидать, катать. Какие-то бочи, да, это такие названия, когда смотришь и думаешь, боже, во что же они собираются играть. Ну все очень. Это интересно, но при этом тебя, ты видишь, как люди играют, с другой стороны тебя не затягивают в это дело. И постоянно есть какие-то вещи, типа фитнес-занятия рядом с пляжем и так далее. Да, йоги, причем профессиональные мастера, да, и также анимация, это всегда приглашенные команды. То есть это не люди, которые просто в детстве когда-то танцевали и пели, и приехали в отель. Это всегда коллективы, известные коллективы. На вечерней дискотеке это звезды украинской, российской эстрады, это могут быть диджеи, там, ну тот же Армин Ван Бюрен там был. Это о чем-то говорит. Вот, и вот по поводу вечерней программы, она обычно делится на две части. Одна часть это обычно сцена, причем сцена там сделана профессионально, которая находится больше внутри отеля. Там звук, да, лучше, чем у нас на некоторых концертах. Да, это так. Вот, и это первая часть, а потом вторая часть отель VIP уровня, поэтому стараются сделать так, чтобы не было слышно звука там после 10-11 часов, чтобы он не шел. Вдруг кто-то спит, в спа пошел. Да, номера. Вот, соответственно, это перемещается на пляжную зону, там белая дискотека, пляжные вечеринки и так далее. Это делается на собственном пляже, и в отель это не слышно, ни в номера, ничего. То есть там вот эта концепция отеля позволяет и отдохнуть активно, если вы так настроены, и с другой стороны можно принять там спа и так далее, и вечером вас никто не будет тревожить. Вот особенность, скажем так, программы анимационной. Что хотелось бы сказать о Риксосе премиум? Во-первых, территория это 405 тысяч квадратных метров, то есть уже можно понять, что это огромный комплекс, есть место как для активити, есть место для релакса, то есть однозначно найдут все себе какое-то вот такое укромное местечко, или наоборот, место, где они смогут петь, танцевать. Абсолютно полностью весь отель находится в лесу. Это сосны, это фисташковые деревья. Ну, даже на картинке видно абсолютно полностью везде зелень. Откликни на фотку, оно просто будет крупнее видно. Вот фотография. Это виллы, которые относятся к этому отелю. Здесь проживание до 8 человек возможно, с приватным бассейном. То есть, в принципе, для тех, кто хочет уединенности, это как раз вот сюда. Потому что в основном корпусе, конечно, будет чуть-чуть пошумней, там больше детей. А вот основной корпус, он виднеется на заднем? Нет, основной корпус, сейчас покажу. Основной корпус чуть-чуть в другом месте. Но если на карте смотреть... Вот, вот это основной корпус. Чем интересен? Вокруг основного корпуса сделана искусственная река, и очень много ресторанов на улице, когда ты кушаешь, прохлада вот очень приятная из-за того, что еще и в лесу. Тут действительно очень как-то так комфортно, и все огорожено. То есть, детки никоим образом не упадут, куча мостиков. И есть у них такая очень интересная фишка, наверное, даже отеля. Вот на этих речках есть специальные платформы, и вы можете заказать романтический ужин. Вам туда все на тележечках привезут, вас привезут на лодочке. То есть, очень много людей вот как раз на таких платформочках делают себе... Ну, тут даже вот для примера есть зеленая клумбочка. Вот они могут здесь поставить палатку, на ней шторочками закрыть, очень романтично, свечки. И эти официанты на лодочках подъезжают, уезжают и обслуживают. То есть, одна такая вещь очень приятная, но вот мелочь, но люди очень часто это заказывают. У меня сразу возник вопрос, а сколько это стоит? Стоит это достаточно много, потому что отель Риксос премиум белек, но ужин может обойтись примерно в 100 долларов. То есть, как бы, если человек хочет сделать такой романтический подарок, очень часто признаются в любви и предлагают замужество. Ну, 100 долларов это не очень большая сумма. Но там будут фужеры, все-все как надо. То есть, то, что очень сложно, ну, как бы сделать... Реально, если поужинать просто, если где-то заказывать, на двоих он так и выходит. Только здесь будет еще и красиво. Вокруг вода, официанты, шампанское, лед, да. То есть, умеют делать абсолютно все красиво. Что еще интересного в этом отеле? О позональности можешь рассказать? Да. Отель делится, получается, на главный корпус. Это вот как раз здание, которое мы приближали. Да, да, вот это главный. А ты, когда на фотографии наводишься, там получается такая, как стрелочка возникает. А ну-ка, где? Не-не, не нажимай, попробуй назад вернуть. Возвращаюсь. Вот. Просто наведись на вот эту фотографию основного корпуса. Наведись мышкой. И возникнет такая, видишь, прямая. Ага, да. И ее достаточно хорошо видно. Вот, отлично. Ух, отключили. А что это? Что это? А просто... Вот как раз вот это у нас и есть основной корпус. В нем находится главный ресторан. Множество ресторанов на открытых террасах. Вот сюда едут те, кто хочет активити. Перенести не смогут. А первая фотография, это, получается, виллы. Да, вот если первую фотографию вот здесь есть. И чуть-чуть выше, вдоль речки, тоже это виллы. Они сделаны в троянском стиле, то есть абсолютно соблюдена архитектура еще того времени. Ну, естественно, в номерах комфортно полностью. То есть внешний вид только. Номера в Риксусе, вот я был в нескольких Риксусах. Номера в Риксусах по сравнению с другими отелями, но я не говорю лакшери уровня, те, которые там крыло занимают номера. Я говорю, у стандартных и номерах сьют, то есть более высокой категории, они действительно огромные. То есть ты заходишь, номер где-то, ну, одна комната, это 40 квадратных метров, это нормально. Ну, там просто в комнатах иногда идешь в ванную, по пути встречается много других объектов интересных, и ты забываешь, что ты туда пошел. То есть не дошел до ванной. Это реально такое. Значит, что еще есть интересного в этом отеле? Он славится тем, что у него есть французская улица, на которой имитируется погода. Очень часто туристы любят по ней ходить. То есть это внутри отеля, в здании, но вот эффект, как будто ты на улице. Там есть уличные фонари, брусчатка, скамеечки. То есть это одно из самых любимых мест, во-первых, для фотографий, а во-вторых, для того, чтобы почувствовать себя, ну, как-то, может быть, чуть-чуть в Европе. Плюс очень славится кондитерская. Там французский шеф-повар, который готовит, ну, просто, ну, я не знаю, как это сказать, насколько это вкусно и красиво. Единственный, наверное, минус, почему-то все блюда от шеф-повара очень маленькие. Ну, прям очень-очень, вот такие вот пироженки. Ну, красота неимоверная. Дальше. Чем этот отель привлекателен, кто может ехать? То есть кроме молодежи, которая постоянно ездит в билег, потому что куча дискотек, потому что рядом тот же отель Адамы Ева, где самая большая барная стойка, в этом отеле самый популярный аквапарк на всем Анталийском побережье. Аквапарк Троя строился специально, как место привлечения всех туристов, в каком бы районе Анталии, Анталийского побережья они не отдыхали. То есть даже саланьи ездят сюда. С другой стороны, это чуть-чуть минус отеля, потому что если вы отдыхаете в Ликсос премиум билег, то вы увидите, ну, как минимум, еще, наверное, тысячу туристов в день с других отелей. Но они все находятся в зоне аквапарка. Если вы внимательно посмотрите... Так, а как у нас тут? Еще можно как-то выделить? А вот ты наведись на картинку и сразу видно. Трое аквапарков. Вот. То есть это огромнейший аквапарк с троянским огромным конем. Я думаю, на картинке его видно куча, огромное количество горок. То есть он отделен от отеля, вроде бы как территориально получается. Он в отеле, но в то же время не мешает тем, кто находится... Фактически он в левом верхнем углу занимает часть территории. То есть он возле дороги, получается, практически находится. Но из-за того, что многие, кто едет туда, хотят именно в нем купаться, иногда приходится постоять в очереди. И довольно-таки большой. А для отеля какие-то есть преференции? А для отеля бесплатно. Для отеля это бесплатно. А для людей, которые приезжают? А все зависит от того, с какого региона вы едете. Ну, то есть если с Аланья это около трех часов будет, если с Белекой, то это будет 15 минут. То есть все смотрим каждый год. Вот в этом году цен в этом году я еще не знаю, потому что просто не смотрела. Плюс-минус 20-30 долларов. У них все плюс-минус 20-30 долларов. То есть примерно 50 на день обычно. Но вы можете провести целый день, поэтому проблем не бывает. Для детей до 12 лет, естественно, дешевле, нежели для взрослых. Маленьких детей до 6 лет не допускают одних. Ну, это правильно, потому что горки очень большие. И лучше, конечно, контролировать, как детки. Классные фотографии. Снизу видны вот трой аква. Просто огромнейшие горки. Горки, по которым можно часами ездить, не долетая до воды. А, вот это вот скоростная горка. 13-метровая, да. То есть огромные горки. Вы однозначно не пожалеете, что привезли сюда детей. Плюс есть такая еще возможность, если у вас детки уже взрослые, то не обязательно с ними ходить в аквапарк, потому что в Рикси-клабе, это вот в этом клубе, который находится при каждом Риксосе, все разделено на части. То есть у них, получается, это 7 частей. И те, которые уже идут от Мидл Китс, то есть это уже достаточно взрослые, А, ты группы имела в виду участие. Да, да, да. То есть у них есть Бэби, это до двух лет. Там работают, естественно, русскоговорящие нянечки, заботятся о детях, молочко, то есть все это есть. Но они, естественно, никуда их не водят, это специальные комнаты. Есть Мини с 3 до 5, то есть собираются со всего отеля дети, и им действительно комфортно и интересно. Есть Миди, это 6-7 лет они специально отделяют этот возраст, потому что он достаточно пограничный, то есть они еще все-таки маленькие. Потом идут Макси, это 8-10, потом идет Китс 11-13 и Тинс, это уже тинейджеры с 13 лет, это уже достаточно взрослые дети считаются. Вот они могут ходить с представителем Китс-клаба в аквапарк и купаться сами. То есть там не обязательно уже родители, и он до 18 лет. То есть в 18 лет это уже большие дяди, тети, то есть никаких проблем нет. Самое парадоксальное, вот по стоимости отель, не дешевый, да, в сезон на двоих отдых может составлять где-то 4-4,5. 4-4,5 тысячи долларов на неделю. Но я знаю варианты, когда вот в прошлом году двое человек поехали за 10 тысяч гривен, но тогда курс был 8, то есть грубо говоря за 1200 вдвоем поехали, но отметка, это было начало сезона, то есть это где-то апрель, то есть еще вода была такая прохладная даже в Белеке, вот, и это была горячая путевка, да, то есть горящий тур. Но у нас такие варианты бывают, хотя Белек, он достаточно редко горит. Редко горящий, да. Редко горящий, но такие варианты бывают, поэтому вот за такими вариантами я рекомендую вам охотиться. Вот мы презентовали отель, за которым стоит поохотиться. Как я вам рекомендую, уважаемые зрители, поступать в этой ситуации? Смотрите, есть агентство, сети агентств горящих путевок, да, и у нас есть специальное для вас предложение. Как оно выглядит? Вы обращаетесь к агентству по вашему месту жительства в городе, да, и говорите, что я хотел бы, вот, там, планирую поехать в начале сезона, да, допустим, вот сейчас май, еще плюс-минус где-то можно ухватить горящие путевки. И что вы делаете? Вы с менеджером, он делает копии ваших документов и берет сумму аванса или сумму оплаты. То есть это та сумма денег, которую вам, ну, минимальная, которую вы готовы потратить на отдых, если вдруг такое случится. Допустим, там по 500 долларов на человека или там по 800 долларов на человека, но вы хотите самый, там, самый высокий уровень. Такое может выпасть, но поверьте мне, что вот, допустим, если загорается Rixos Premium, да, и есть там 2 или 4 места, то его раскупают в течение, там, 10 минут после того, как он появляется в системе подборок. Да, но если у вас, у менеджера находятся документы и у него есть сумма вот это денег, предоплата, вот, при этом хочу отметить, что все это официально оформляется, то есть вам дается официальный договор, что взяты деньги для того, чтобы осуществлять поезд тура. Если не найдется тур, который соответствует вашим запросам, вы откажетесь. Там в течение, допустим, трех недель, у нас уже 10 часов, нет, 11 часов, да, вот. Как-то долго, да? 11 часов пробило. Вот, соответственно, если вы в течение, допустим, трех недель ничего не нашли, то вам эта сумма денег возвращается в полном объеме, или проще всего вы просто покупаете стандартный тур, ну, не случилось, не нашли, вы можете купить какой-то стандартный тур на то же самое побережье, но в отель более низкого класса. Вот это называется поиск или там охота за горячими турами. Такое бывает. Еще есть одна штука. У нас в сети бывают так называемые отказники. Что это такое? Это когда, допустим, человек за полную стоимость забронировал за два месяца Риксос тот же самый, но по каким-то причинам он не смог поехать, то есть, не знаю, какие-то проблемы, да, возникают. И в этом случае, получается, снимаются все накрутки, и человек возвращает какую-то сумму денег, и у него выбор, либо выплатить штраф, допустим, 50% от стоимости. Либо сто, да. Да, вот. Либо перебронировать тур, но уже гораздо по нижней цене. И, соответственно, у него выбор. Вот он забронировал за 4 тысячи, либо он получит свои 2 тысячи назад, потому что это условия туроператора. Либо он предлагает, я за 2,5 тысячи готов перебронировать тур, на кого скажете. Вот это так называемый отказник, и он поступает к нам в сети. Вы можете, если у вас деньги находятся у менеджера, претендовать уже на стоимость в два раза ниже, чем, собственно, он стоит. Вот такие вот варианты бывают. Они у нас возникают достаточно часто, за счет того, что у нас 170 агентств, более 100 тысяч туристов в год отдыхают. Вот возникают постоянно такие вещи. И вы можете, как раз вам менеджер отзванивается или отписывается, говорит, вот есть такое предложение, у нас есть там 10-15 минут для принятия решения. Вы смотрите этот отель, на карте смотрите, смотрите отзывы, и даете там, допустим, да, я согласен, все, вам не нужно приезжать, сломя голову бежать в агентство, за паспортами и все остальное. Вы просто соглашаетесь, подтверждаете либо смс, либо письменно, вот, и там по электронной почте, и менеджер бронирует ваш тур. Без того, что вы это подтвердили, ничего он бронировать и тратить ваши деньги не имеет права. Все. То есть вы деньги получите в любом случае назад, если не нашли отель, и вы, соответственно, получаете отель по гораздо более низкой стоимости в случае успеха. При этом вы застрахованы в любом случае, если вы... Ну, это полностью пакетный тур, такой же самый. Да. Вот. Если вы в течение трех недель ничего не нашли, вы так же, как вы, если бы не искали, берете стандартный тур и все. То есть вообще ситуация в полном шоколаде. Вот такая вот ситуация, и вот как попасть в премиум, в Риксос премиум за там... Ну, это опыт прошлого года, сейчас цены выше, ну, за счет того, что просто курс гривны вырос. А так вот за 1200 долларов в прошлом году мои знакомые отдыхали в этом отеле. Ну, еще один момент такой есть. Из-за того, что отель больше пользуется популярностью у европейцев все-таки, есть шанс до начала июля получить более приятную цену, потому что весь июнь Европа еще или работает, или учится. То есть у них каникулы не наступают, как у нас, 25 мая. У них каникулы всего лишь месяц, и это практически только июль. В августе они снова идут в школу. То есть отель все-таки рассчитан на семейный отдых и молодежный. Вот июль самый будет тяжелый месяц, чтобы словить горящее предложение. А вот в июне еще как-то можно успеть. Я предлагаю, уважаемые зрители, на этом сделать короткую паузу, потому что у нас уже появился приглашенный гость в студии. Мы сейчас подготовимся к нашему разговору, и буквально минут через пять мы выйдем опять в прямой эфир. Спасибо, Даша. Мы, как всегда, сели много рассказать. Мы собирались рассказать, честно, пять отелей. Но успели рассказать об одном, и я думаю, мы продолжим эту тему. Мы будем садиться вот так и рассказывать о тех отелях, которые мы действительно считаем лучшие в категории цена-качество, и будем рассказывать, как там можно отдохнуть, и с другой стороны давать советы, как там отдохнуть недорого. Дешево. Да, вот мы же сеть агентств горящих путевок, вот об этом и будем говорить. Так что не отключайтесь, через пару минут мы выйдем снова в эфир. Продолжение следует...